В Эстонии, Игорь имел ввиду, что в Эстонии Максим выступает только на Number One шоу. Мы не говорим о других странах. А тем временем на ринг у нас выходит оппонент Максим Александр Алиник. 30 лет, 186 сантиметров рост. Ринг-нейм Палач. Палач. Ну, вы знаете, уважаемые телезрители, не хватит целого вечера, чтобы перечислить все регалии и послужной список достижений этого спортсмена. Здесь у меня в руках просто огромная папка со страницами. Ну, он и чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу, и по K1, и победитель мирового гран-при King of the King в Кишиневе. И победитель Кубка мира очень серьезного турнира Татнефть, очень престижного. Ну, любительский рекорд он даже не ведет. У Алиника Александра профессиональных боев 43, из них 38 побед и 16 нокаутов. И только в 2015 году Олейник провел 8 боев и во всех победил. Да, действительно, это так в 2015 году он провел, но на самом деле небольшая пауза была у него тоже в этом году. Это его первый профессиональный поединок. Вот, так что... Но иногда тоже нужно собираться с мыслями... Собственно говоря, у Максима то же самое. У Максима тоже... Был период. Да, оба спортсмена выходят после такой небольшой паузы. Я могу вам сказать, что боец профессиональный, чтобы быть в форме, он должен хотя бы 6-8 поединков в год проводить, а не 2-3. Вот, поэтому, конечно, оба спортсмена после паузы и, в общем-то, ну, в равных условиях находятся сегодня. И выходит на сцену Максим. И хочется отметить, что коэффициенты на супер-бой 5 к 5. Равные. Равные, равные. Матч обещают, бой обещают быть за... Ставшая гимном, ставшая гимном проходке Максима. Я бы хотел сказать, что Максим в октябре 2015 года на турнире King of the Kings в Сталине провел просто сумасшедший по своему накалу, по своей энергетике бой по Кейван. И Тоди Рабов взорвался. Овации. Публика реагирует очень эмоционально на Максима. Тепло встречают Максима Воровского. Приветствует, приветствует Максим, собравшийся сегодня Тоди. Тоди Яхань. Считанные секунды остаются... Чуть-чуть моложе Максим на 3 года своего соперника. Пониже ростом он... Поменьше, немножко нокаутов. Ну, но, тем не менее, по весу оба 85 килограмм весят. Я хотел сказать, что последний бой, который Максим провел на турнире King of the King, стал... Получил звание «Бой года» в мировом профессиональном К1. За 15-й год. Да, это был бой с Игорем Ляпиным, в котором Максим получил нокдаун тяжелейший, восстановился и ответил двумя нокдаунами Игорю Ляпину. После второго он не смог восстановиться и победу отдали Максиму. Вот что значит настоящая мотивация настоящего гладиатора. Сейчас мы прослушали представление от ринг-эннонсера о достижениях украинца Александра Олейника. Действительно очень серьезный парень. И нелегко Максиму придется сегодня, но мы будем за него болеть. Ну а и Александру тоже нелегко принесли в Эстонии. Ну, Максим это действительно то, чем Эстония может гордиться, потому что бойцов такого класса у нас больше нет. Красного углу ринга, встречайте. И зал ревет. Ревет. Люди встают. Встают, чтобы увидеть, поаплодировать Максиму. И первый раунд. Рефери объясняет правила. Правила К1. Напоминает, да, правила. К1, 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 К1. Бой еще не начался, мы уже слышим. Максим, да. Итак, первый раунд, уважаемые господа. Три по три. Три раунда, три минуты каждый. Небольшая разветочка. Обменялись лоу-киками. Джеб-джеб, лоу-кик, небольшая разветочка. В исполнении обоих бойцов. Напоминает рефери, что захваты запрещены. Только одной рукой можно прихватить. Александр. Тони побаиваясь, пытается... Пытается к коленам доставать Максима. А Максим навязывает... А Максим пытается прижать. Прижать канатом. Подскальзывается, подскальзнулся. Александр. Максим поддавливает. Хочет нанести... После... После... После удара. Это на эмоциях бывает. Не специально. Но Александр простил и понял ситуацию. Бывает такое, что зал ревет и просто не слышно. Бывает не слышно рефери. Поддавливает Максим. Максим. Отличную защиту показывает, Максим. Прекрасно, прекрасно двигается Максим в ринге. Занял середину ринга. И поддавливает. Каждый сантиметр. Вторым номером пока работает Александр. Но достаточно часто бьет. И пытается коленом доставать. Коленом. Хорошая комбинация. Еще колено. Остается минута до конца первого раунда. Прекрасно. Стоит отметить у Александра. Удары могут сложиться довольно мощно. Но пока что не в цель. Прекрасная защита у Максима. Но лицо на щеке видно уже рассечение небольшое у Максима. Хороший лоу-кик. Пытается в корпус. Прямым. Но не достает. 10 секунд остается до конца первого раунда. И... Преимущество остается... Ну, здесь сложно сказать. Сложно сказать. Да, потому что Максим... Опа, бойца. Максим прессингует. Но Александр больше бьет. Бьет, да. Небольшое рассечение на щеке у Максима. Слева. Видимо, достал... Или коленом, может быть, достал все-таки Александр. Несколько раз он попытался пробивать. И рассечение на щеке. Вот сейчас врач подходит к Максиму. И надо заполнить эту сечку. Заполнить вазелином. Как поскользнулся Оленик. Вот они попытки Александра с колена нанести. Но в защиту. Частью в перчатку. Да, в перчатку и в блок. А тем временем бойцы готовятся выйти во второй раунд. Итак, заметно, заметно, что Александр побаивается. Останавливает рефери. Рассечение все-таки. К сожалению, может проблему создать это рассечение у Максима. И это будет очень обидно. Очень обидно будет. Если будет остановлен бой врачом. Потому что как такового боя-то не состоялось еще пока. Не успели спортсмены раскрыться. Ребята пытаются только прощупать. Вот. Кровосечение. Уже с двух сторон. С двух сторон рассечение. Одинаковое рассечение. Пытаются заполнить Вазелином, но... Не знаю. Надеюсь, что не остановят бой. Это... Публика поддерживает Максима. И Максим пытается... Максим пытается... Максим идет вперед. Постоянно кладет обе руки Александр. А рефери постоянно заглядывает на... Ну, это... На рассечение. На рассечение. В Кей-1 подсечке они, в принципе... Не стоило вообще этого делать. Зачем? Здесь нужно бить. Бить красиво. Попадать. Вот такой мощный удар с разворота. Попытка. Попытка. Ну, да. Но, к счастью... Максим еще контролирует ход боя. А его успевает вовремя. Взял шаг назад. Хорошая защита у Максима. Я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что Максим выходец из клуба Гарант в самом-самом начале. Именно в этом клубе он начинал свой длинный путь. Еще до того, как уехал в Голландию. И долгое время там жил и тренировался. Еще раз пробивает коленом. Лоу. От Максима. Александр. Очень мешают эти рассечения. Кровь идет по щекам. И, конечно, неудобно. Неудобно и... Неудобно. И неудобно лишний раз рисковать. Ну, пока что... Пытается достать левой на скачке Максим, но... О, кровотечения. Опять останавливает рефери бой для того, чтобы заполнить... Кровотечение становится все более и более серьезным. 40 секунд остается... До конца второго раунда. Публика поддерживает Максима. Давай, Макс, вперед. Опять... Опять двумя руками... Захват двумя... Да, захват двумя руками. Запрещен Кейван. Нарушает регулярно правила... Может. Ну, может быть, неумышленно, потому что Александр очень много выступает по тайскому боксу. Конечно, это уже привычка в крови. Но... Если уж ты вышел выступать в разделе Кейван, будьте добры соблюдать правила. Соблюдать правила. Кейван. Да. Попадает сейчас Александр. Руками. О! Хлестка. Хлестка, хлестка нанес. Хлестка нанес быстро. Резвость сохранилась у Александра. Артур Кишенко в синем углу секундирует Александра. Своего земляка. Оба они с Украины. А рассечение? Рассечение. Ну... Вроде бы удалось. Немножко, да. Немножко... Преостановить. Поменьше уже течет кровь. Надеемся, что третий раунд... Достоит максим. Будет ли риск? Будет ли риск? На первых секундах? И надеемся, что в третьем раунде он выложится и... Покажет все, на что он способен. Вот попытка. Красиво, но неэффективно получилось. Вот пытается тут коленом высечь на пол Александр. Здесь видно комбинации. Проводит Максим по корпусу. Ну, они не столько сильные, сколько просто быстрые, точные удары. На количество. Ну, они дают очки. Сейчас нужно Максиму собраться, идти вперед. Понимает Александр. И заметно включился Александр. Да, понимает Александр. Александр тоже понимает, что для него... Да, решающий. Это решающий. Все может решиться в этом раунде, уважаемые. Максим снова пытается прижать, прижать Александра. И смотрите. Публика скандирует, что дает бесспорно, бесспорно дает Максиму сил. Да, дает сил. Болеет весь зал, болеет за Максима. Отличная комбинация по корпусу проводит Максим. Зажимает канатом. Еще по корпусу. Но следует отметить. Пока что дыхание у Александра это не сбило. Ну да, продолжает спокойно. Спокойно, довольно. И включает и ноги, и руки. Чувствуется серьезный опыт за плечами. Да. Возможно рассчитывает. Опять колено. Бесспорно захватывающий бой. Захватывающий. Ни один из бойцов не хочет сдаваться. Но, но регулярные захваты Александра могут быть в скором времени отмечены наказанием. Отвечает, отвечает Александр. С колена. И опять захватом. Всегда в одну и ту же ситуацию попадает Максим. Удар коленом. Здесь вроде бы Александр уже помнит. Про захват и старается держать одну руку в стороне. Снова приостановили раунд. Последняя минута, напоминаем, идет. Последнего третьего раунда. Заключительного, главного боя сегодняшнего нашего вечера. Супер. Супер бой. Почти, почти Максим. Попадает. Попадает Максим и пропускает навстречу. Но идет вперед. Идет вперед. Идет вперед. Снова Максим гоняет Александра по рингу. Дает, дает, дает. Александр упорно пытается применять заход. Хороший левый боковой, но не точный. Пропустил Максим снова. И снова, снова клинч. 10 секунд остается до конца этого раунда. И... Идет вперед Максим. Ну что? Ну, здесь... Честно говоря... Я бы не спешил снимать перчатки. Да, да. Возможно, примет судья решение о экстра раунде. Да, да. Поскольку это последний бой, главный бой, и я... Тут сложно сказать, конечно, кто победил, но... Действительно. Максим прессинговал все три раунда, но в то же время Александр... Александр старался давать отпор. Повтор. Вот, нам показывают повторы. Сейчас... Бойцы... Сейчас будет объявлено решение судей. Сейчас будет объявлено решение судей. Украин. Александр... 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 И победителем... Объявляется... Александр Олейник. Евгений... Евгений... Игорь... Игорь Шевкевич... Поздравил бойца. Подходит. К сожалению, не... Не получилось. Да, не получилось сегодня у Максима. Не приняли решение добавить раунд. Хотя можно было наверху. Можно было. Потому что, ну... Оба бойца показали зрелищный бой и желание продолжить. Явного преимущества я не видел такого, конечно. Ну, рассечение у Максима, конечно, очень сильно помешали ему сконцентрироваться. Да. И проявить больше, возможно, где-то больше усилий, что называется, дожать. Но... Желаю Максиму не расстраиваться и... Да. Поправиться. Набраться силы и снова в бой. Конечно. И ждем его на наших турнирах. И еще не один раз он будет радовать публику. Спасибо Максиму. Спасибо и Александру. Который... Который стоит в углу сейчас с Максимом и обнимают друг друга. И все на дружелюбной ноте. Это номер один файт-шоу сезон 6. А ринг-эннонсер тем временем приглашает всех осенью прийти на шестой сезон чемпионата номер один файт-шоу. Мы с вами прощаемся. Дорогие телезрители. Спасибо. И приглашаем за ринг, где наши ведущие проведут интервью. Финальное интервью с победителем главного боя. С победителем супер-супер-боя Александром Олейником. Ну что же, поздравляем Александра с победой. Признаться честно, ты победил нашего любимчика. Нашу эстонскую звезду. Но ты знаешь, что я хочу сказать? Классный был бой. Было видно, что никто из вас не хочет сдаваться. Макс просто в какой-то момент такой счет, что он решил не драться с тобой, защищаться. Ну, знаете, я тут с вами не согласен. Спасибо за поздравления. Бой был действительно очень серьезный. Я очень плотно готовился к этому бою, потому что Максим очень... Ну, скажу честно, это, наверное, один из самых опасных противников в моей карьере. Это явный нокаутер, с которым лучше не стоять и не пытаться его перерубить. Потому что это, ну, очень тяжело сделать. Поэтому, как бы, ну, я выбрал тактику, ну, в принципе, то, что я люблю делать, это растаскивать его на дистанции, навстречу встречать коленями. У меня это получилось. Ну, как бы, здесь игра тактик была. Кто кому смог навязать свою тактику, извините. Можно сказать, что тактику ты навязал, действительно, Максиму, да, он любит работать в сериях. Ты не давал ему провести ни одной такой результативной мощной серии, как обычно это происходит. Скажи, какой твой самый значимый бой в твоей карьере был? Как ты считаешь сам? Ну, я так не могу сказать, но скажу, что этот бой в топ-5 точно входит. Спасибо организаторам за турнир, за то, что пригласили меня, потому что это, ну, действительно, наверное, за последнее время это, ну, самый серьезный мой бой был. Слушай, ну, расскажи все-таки, как твое самочувствие, ведь вы на этой арене, по-моему, все болели, конечно, мы сами болели за местного нашего бойца, и все кричали, Максим, Максим. Ну, как ты вот чувствуешь себя, вот, когда поддержки практически никакой от публики? О чем ты думаешь, на чем ты концентрируешься? Знаете, я чувствую поддержку, которая исходит у меня из дома, поверьте мне, там за меня болеют не меньше людей. Я уверен, что сегодня онлайн-трансляцию смотрело, ну, очень много людей. Спасибо, опять же, организаторам за то, что дали возможность другим болельщикам болеть за своих спортсменов с помощью онлайн-трансляции. Это очень удобно в последнее время. Я чувствовал свою поддержку из дома. А эстонская публика, понятно, я был готов к этому. Всегда, когда едешь в гости, ну, всегда ты готов к тому, что публика поддерживает не тебя. Но я чувствовал поддержку из дома. А тебе где сложнее выступать? Дома или за границей? Знаете, вот с помощью вот этой онлайн-трансляции, по-моему, теперь все равно, где выступать, потому что... Да, границы стерлись. Если да, если упадешь лицом в грязь, то это увидят все. Как ты обычно празднуешь победу? У тебя сегодня есть реальный повод? Ну, сегодня, я думаю, мы в кругу спортсменов, в кругу тренеров отпразднуем, а завтра уже полетим домой, и там уже каждый по-своему будет праздновать. Первое, что ты сделаешь, когда приедешь на родину, что? Поеду домой. И отдохну, да? И отдохну, да. Ну что ж, желаем тебе и в будущем побед. Я надеюсь, мы увидимся в Толлине еще раз с тобой, мы будем тебя ждать. А может быть, даже и не раз. Спасибо большое. Надеюсь, тебе подберут здесь соперников, и кроме Максима других мы встретимся. Спасибо, буду рад навестить ваш город. Спасибо, это был классный бой, ты доставил им, в общем, и Максим Аровский тоже. Огромное удовольствие публике, а ради этого мы все собираемся, так что вы классно выступили, правда? Спасибо. Ну что ж, друзья, вот с таким результатом закончился главный бой вечера на Тонди Раба Яйхаль. Номер один файт-шоу завершается. А что мы с Виталием можем вам напоследок рассказать? Да ничего, кроме анекдотов. Вот какой твой любимый анекдот? Ну, пожалуй, такой. А вот мой папа говорит, что давать гораздо лучше, чем получать. Твой папа священник? Нет, мой папа боксер. А моя любимая фраза про боксеров такая. Боксеры, как никто другой, знают, что никогда не стоит опускать руки. Так что не отпускайте руки, держите хвост пистолетом, порох сухим. Хорошего вам настроения, потому что выходные только начинаются. На этого плюс. Мы вместе, и мы всегда в плюсе. Да.